Повышенный спрос Завод по выпуску масок в Алматинской области начал работать в усиленном режиме в три смены Кадры решают все В областном управлении образования новый руководитель Последствия ЧП Шесть пострадавших в результате событий в Кордайском районе находятся в Алматинской областной многопрофильной больнице Каково их состояние? В ночь с 10 на 11 февраля 217 казахстанцев эвакуировали из Пекина Среди них нет зарегистрированных случаев заражения коронавируса Заявил министр здравоохранения Ельжам Бертанов на заседании правительства Как сообщил он, уже завтра, 12 февраля, запланирован вывоз из КНР еще 145 граждан Республики Казахстан По завершению эвакуации на территории останутся 343 казахстанца, которые изъявили желание остаться в Китае Глава Кабмина Аскар Мамин поручил Минздраву продолжать осуществление санитарно-эпидемиологического контроля А Министерству иностранных дел необходимо поддерживать тесную связь с находившимися поднебесными казахстанцами И оказывать необходимую им помощь Обратил внимание Аскар Мамин и на ситуацию с завышением цен на медицинские маски и противовирусные препараты Министерству здравоохранения и Акимов областей, а также городов республиканского значения Необходимо держать ситуацию на постоянном контроле Завышения цен на эти продукты не должно быть Этот вопрос находится на моем личном контроле Прошу всех вас обратить на это особое внимание Зимние месяцы, сезон ОРВИ и простуд В этот период существенно вырастает спрос на медицинские маски А эпидемия коронавируса в соседней Поднебесной и вовсе породила настоящий ажиотаж на них Выпуском востребованного медпрепарата занимаются всего два завода в стране Один из них находится в селе Антамакилийского района Алматинской области Его руководство обещало на этот сезон увеличить объемы производства для внутреннего рынка Справляется ли предприятие с выполнением спроса Узнаем из материала корреспондента Спрос на медицинские маски в области действительно вырос Кроме сезонного, когда активизируются ОРВИ и грипп Спрос увеличила и вспышка коронавируса в Китае Однако не только повышенный спрос повлиял на повышение стоимости медицинских масок Все дело в составляющих Сырье для изготовления продукта в основном поступало из Китая Но сейчас из-за ограничений, связанных с эпидемией, материалы закупаются в России, Кыргызстане и странах Европы Поставщики сырья, зная ситуацию, начали повышать цены, говорят специалисты В будущем, может быть, у нас ценообразование изменится То есть мы же не можем в убыток себе работать Поэтому мы, смотря на сырье, как оно пришло, так и будем поставлять Если в год у нас требовалось 11 миллионов масок, сейчас в неделю требуется 11 миллионов Всего потребность в масках 5 миллионов единиц в день Мощность завода 2,5 миллиона в месяц Запасов хватит на две недели Поэтому завод начал работать в усиленном режиме, в три смены В данное время наше предприятие выпускает виды масок, такие как угольные маски, трехслойные, детские два вида FFP, это усиленная защита, и маски на завязках Выпускает продукцию приблизительно 80 тысяч масок в сутки Это в месяц получается 2,5 миллиона Помимо медицинских масок, предприятие выпускает одноразовые медицинские постели, бахилы Всего более 200 видов продукции А поскольку существенно возросла потребность в ней, то на предприятии сформировался кадровый дефицит Его компания восполняет, формируя резерв Срыв и простоев в работе нет Однако работа в три смены породила новую сложность Сотрудникам сложно добираться до села Антамак, где расположен завод В связи с чем руководство предприятия просит власти запустить линию общественного транспорта до населенного пункта Шестеро пострадавших в результате событий в Курдайском районе Жамбулской области находятся в Алматинской областной многопрофильной больнице Четверым из них уже сделали операцию Наш корреспондент расскажет о состоянии пострадавших в Курдае 8 февраля в Алматинскую областную больницу поступил пациент по республиканской санавиации На следующий день областной скорой помощи было доставлено еще пять пострадавших Сейчас их состояние оценивается как стабильное Толиген Курдашпаев поступил в медучреждение со сложным переломом бедра Вчера мужчине сделали операцию Я чувствую себя очень хорошо, спасибо большое врачам Дай им Бог здоровья Сказали, что уже через две недели смогу попасть домой Мы с супругой очень рады, что все обошлось Отметим, в стационарах страны находятся 43 пострадавших в результате беспорядков в Курдайском районе Из них шестеро в Алматинской области На сегодняшний день они находятся под наблюдением опытных специалистов и готовятся к выписке При поступлении все пять пациентов тяжелые Было оказано соответствующий помощь госпитализированным в реанимацию Полностью было обследовано, включая компьютерную томографию, УЗИ И дополнительно все специалисты осмотрены Из-за улучшения состояния больные переведены в соответствующие отделения Сейчас в данное время лежат соответствующие больные по диагнозам Это хирургическим, травматологическим, нейрохирургическим, челюстно-вых отделениях Сейчас все пациенты находятся в стабильном состоянии и проходят реабилитацию Аделя Кжаркенова, Ербола Тантелов, телеканал ЖИЦУ Кадровые перестановки Распоряжением Акима Алматинской области назначен руководитель областного управления образования Новый руководитель учреждения Майгуль Омарова Родилась в 1969 году Окончила Алматинский государственный университет имени Абая По специальности учитель математики и информатики В разные годы работала лаборантом, учителем черчения, рисования и математики Главным специалистом департамента образования Начальником отдела воспитательной работы Дошкольных, внешкольных и интернатных учреждений управления образования области До сегодняшнего дня занимала должность заместителя руководителя управления образования Напомним, экс-глава ведомства Даурен Жунисов покинул свой пост по собственному желанию Вечная память В этом году общественной страны празднует 75-летие окончания Великой Отечественной войны По случаю юбилея в Казахстане запущена эстафета «Мы – наследники победы» Для ветеранов организуют концерты и праздничные застолья Так, в Алматинской области одними из первых эстафету приняли граждане Имбекши Казахского района Подробности в следующем материале Уже по сложившейся традиции мероприятие стартовало с возложения цветов к памятнику Собравшиеся почтили память павших в бою солдат минуты молчания Основное мероприятие прошло на центральной площади райцентра В торжественной обстановке боевой флаг 8-й легендарной гвардейской мотострелковой дивизии Был передан войсковую часть 66-54 Национальной гвардии РК Затем в Доме культуры прошел праздничный концерт Местные таланты исполнили патриотические песни Я хорошо помню то ужасное время Первым на войну ушел мой отец, затем мой брат, следом и я Мы буквально прошли через ад Война – самая большая ошибка человечества Мы должны радоваться тому, что сейчас живем под мирным небом Спасибо большое, что не забываете нас и устраиваете для нас мероприятия Благодарим от всего сердца Добавим, на сегодня в Инбекши-Казахском районе Проживают семь ветеранов Великой Отечественной войны К привеликому сожалению С каждым годом их количество стремительно сокращается В связи с этим мы должны проявить к ним особое внимание Они – живые легенды нашего времени Говорят организаторы А потому мероприятий в честь Великой Победы запланировано еще много Около тысячи волонтеров Алматинской области вовлекут в работу с фронтовиками и тыловиками Великой Отечественной В течение года добровольцы будут опекать участников Великой Отечественной войны Помогать им по хозяйству и водить на культурно-массовые мероприятия Данная работа проводится в рамках меморандума, подписанного между Советом ветеранов региона и областным филиалом ЖАСОТАН По плану стороны намерены охватить помощью более 700 ветеранов и тружеников тыла ЖТСУ Помимо уборки домов и придомовых территорий Волонтеры хотят обеспечить пожилых людей продуктами питания и необходимыми медикаментами На данный момент в Алматинской области проживают порядка 69 ветеранов и около 10 тысяч тыловиков К сожалению, с каждым днем количество свидетелей Великой Победы все меньше и меньше Только две недели назад в ЖТСУ насчитывалось 72 фронтовика Раз в месяц проводить встречи молодежи с ветеранами Где наши телевики и ветераны будут рассказывать о своей жизни, из-за опыта Для того, чтобы дозвать также патриотизм, уваженность нашим поколениям И раз в квартал будем с молодежью проводить день отдельно Целый день с нашими ветеранами, телевиками За день с нашими ветеранами, что будет там, что будет нахвачить Целый день будут наши волонтеры находиться рядом, помогать И не только помогать, а и разговаривать, беседовать Мы продолжаем наш выпуск, смотрите далее Осторожно, учение! Пожар сымитировали сотрудники регионального ДЧС На одном из складских помещений рынка Алтынорда Погружение в мир заключенных Госслужащим Алматинской области организовали экскурсию В следственный изолятор Талдыкургана Ковер выявить сильнейшего Республиканский чемпионат по казахшакуре Прошел в Талгарском районе В одном из складских помещений рынка Алтынорда Произошло возгорание Огонь охватил более 700 квадратных метров Такова легенда масштабных пожаротактических учений В Карасайском районе Участие в отработке приняли более 60 человек Личного состава ДЧС Алматинской области И свыше 10 единиц техники За какое время удалось ликвидировать сымитированный пожар Узнавал Ануар Амангельдинов Согласно сценарию сообщение о пожаре на пульт спасателей поступило в 20.00 К месту возникновения огня сотрудники ДЧС прибыли за считанные минуты Первым делом пожарные обеспечили подачу воды к очагу возгорания Также по тактическому замыслу произошло частичное разрушение кровли А потому пожар тушили и сверху с применением специальной лестницы Всего на ликвидацию условного огня спасателям потребовалось 48 минут На этих учениях мы проверяем свою физическую готовность Смотрим, насколько оперативно можем справиться с той или иной задачей Во время ЧП в первую очередь мы должны минимизировать человеческие жертвы И не допустить взрыва огнеопасных веществ Уже позже мы спасаем ценные вещи и все остальное Данные пожарно-тактические учения позволяют нам не только оттачивать, но и улучшать навыки В целом учения проходили в условиях, максимально приближенных к реальным Цель мероприятия – отработать действия практических навыков личного состава При тушении пожаров в темное время суток Также одной из основных задач является умение взаимодействовать с администрацией объекта И иными службами, принимающими непосредственное участие в отработке Всего в пожарно-тактическом учении принимали участие 65 человек личного состава ДЧС Алматинской области И более 10 единиц техники Также, согласно плану взаимодействия с ДЧС города Алматы Были привлечены 2 единицы техники и 10 человек личного состава На этот год у нас составлен план мероприятий В его рамках в 2020 году в Алматинской области пройдут 48 пожарно-тактических учений Всего с начала года в Алматинской области зарегистрировано около 100 пожаров К сожалению, есть жертвы – 4 человека погибло В целом, в регионе в системе ДЧС трудятся более 1000 человек Имеется более 100 единиц техники Около 30 госслужащих из числа руководящего состава управления Алматинской области Прошли необычную экскурсию погружения в мир заключенных Так назвали данный метод профилактики коррупции организаторы мероприятия Департамент Национального бюро по Алматинской области По их словам, это один из эффективных способов искоренения взятохничества среди государственных служащих Так лично начальник тюрьмы майор юстиции Бауржан Колымов продемонстрировал чиновникам зрелищную картину Они воочию увидели следственные кабинеты Одиночные камеры, транзитно-пересылочный пост Посетили прогулочный дворик в 16 квадратных метров и помещение для хозяйственной обслуги Как отметило руководство антикоррупционной службы Побывав в шкуре заключенных, представитель власти наверняка задумается, прежде чем идти на какое-нибудь незаконное деяние К слову, в настоящее время в следственном изоляторе под стражей содержится около 200 человек Если одни в качестве подозреваемых, то другие в категории обвиняемых, подсудимых и осужденных, ожидающих отправки в колонию Цель у нас это в мерах воспитательного характера И доведение до каждого, скажем, руководителя и сотрудников Чтобы они увидели своими глазами, руками ощутили само состояние внутреннее, какова аура, стены Были моменты сейчас, кому стало плохо, мы их вывели отдельно Согласно указанию агентства, мы должны охватить полностью весь состав государственных служащих Мы полностью составим сейчас график, утвердим и поэтапно будем сюда ввозить всех 19-летний студент из Уральска продавал запрещенные препараты через интернет-магазин Сообщает Хабар-24 Расфасованные синтетические наркотики и электронные весы оперативники нашли у него дома Ведется следствие Кроме того, активизировались интернет-мошенники С прошлого года зафиксировано почти тысячи фактов, раскрыли только половину Чаще всего люди становятся жертвами инвестиционных компаний и финансовых пирамид В Караганде вынесли приговор первому водителю, задержанному за езду в нетрезвом состоянии после ужесточения закона Сообщает закон Кизет со ссылкой на Первый канал Евразия Санкция измененной статьи предусматривает максимум 5 лет тюрьмы Однако, приняв во внимание то, что у владельца есть инвалидность Двое несовершеннолетних детей Прокурор запросила один год лишения свободы Усугубил ситуацию тот факт, что в 2017 году подсудимый был лишен прав на три года Но все равно сел за руль без документов Несмотря на раскаяние, автолюбителя все же придется ответить за свой поступок Ближайшие полгода он проведет за решеткой И больше уже никогда не сможет сесть за руль Судья вынес решение о пожизненном лишении его водительских прав Хлеб и мука могут подорожать в Казахстане Есть вероятность, что социальный батон подорожает на 7-8 тенге Вырастет цена, может, этой весной Есть риск, что отдавать на 10 тенге дороже казахстанцы будут и за муку Однако резкого повышения стоимости товаров быть не должно, считают эксперты Связано это с урожаем прошлого года В 2019 он получился не особо хорошим Анкара вновь обвиняет сирийскую правительственную армию в убийстве турецких солдат Как сообщили в Министерстве обороны Турции, пятеро военнослужащих погибли в городе Идлиб В ответ турецкие вооруженные силы открыли огонь по позициям сил Башара Асада По словам руководителя пресс-службы президента Турции, задача военных уничтожить вражеские цели и отомстить за убитых солдат Оранжевый уровень опасности объявлен в 42 департаментах на севере Франции Шторм Киара срывал крыши, валил деревья и линии электропередачи 130 тысяч человек остались без света От стихии пострадали и другие регионы Европы В Германии буря, которую здесь назвали Сабина, повалила подъемный кран Он упал прямо на крышу собора во Франкфурте, повредив ее Никто из жителей города не пострадал Непогода вмешалась и в график железодорожных перевозок Из-за нанесенных на рельсы ветром различных предметов Компания Deutsche Bank полностью отменила экспрессы и поезда дальнего следования Призвав путешественников отложить поездки Двойной периметр безопасности, вооруженные бойцы Росгвардии, системы дезинфекции и очистных сооружений Такие условия созданы для эвакуированных из Китая россиян Их разместили в лечебно-реабилитационном центре примерно в 30 километрах от Тюмени Как минимум на две недели Из китайского города Ухань и провинции Хубэй, которые стали очагом распространения нового коронавируса Эвакуировали 144 человека Большинство из них – россияне В Тюменскую область их доставили двумя самолетами российских военно-космических сил Отмечается, что в ходе медосмотров ни у кого из эвакуированных признаков заболевания не выявили К другим темам Как избавиться от вредных привычек? Какие они несут последствия? Профилактический семинар прошел для сотрудников управления специализированной службы охраны Алматинской области Психологи и наркологи рассказали о вреде спиртных напитков, табачных изделий и дурманящих веществ И как они влияют на психическое состояние в целом Если злоупотреблять веществами, последствия могут быть плачевными Спикеры настоятельно рекомендуют придерживаться здорового образа жизни Мероприятие направлено на искоренение среди сотрудников УСО В зависимости от никотиновых и алкогольных веществ Таким образом, считают организаторы, количество курящих и пьющих значительно сократится Подобные мероприятия получат свое продолжение и в последующем Сегодняшнее мероприятие проводится для того, чтобы дать правильную информацию среди сотрудников Насчет наркотических веществ и про спиртные напитки Для того, чтобы понять, насколько они вредны и чтобы они не употребляли в своей жизни Ну, чтобы занимались спортом, то есть здоровье это самое главное На устах и в памяти представители более 30 этносов приняли участие в абаевских чтениях Все конкурсанты прочитали наизусть произведения абая на государственном языке Традиционный конкурс чтецов, приуроченный к 175-летию Великого Сына Казахской Степи, прошел в Талдыкургане Манера чтения, харизма и подача Эти критерии неизменно были и остаются основой на конкурсе чтецов Продемонстрировать свои навыки оратора вызвались около 30 юных талантов со всех уголков региона Одна из почитательниц творчества абая – Александра Михеева из Аксусского района С трудами мыслителя она знакома с малых лет Я знаю, как пришла в школу, нас там учили, знакомились с его семьей, с мамой, с папой Каким был папа его кунамбай Я знаю примерно 10 произведений абая У него произведения очень сложные, их сразу понять нельзя Мне как бы нравится он, я его очень с интересом читаю Участники продемонстрировали хороший уровень подготовки Добавим, оценивало молодых дарований компетентные жюри в составе заслуженных деятелей Алматинской области Главная особенность данного абаяевского чтения данного мероприятия заключается в том, что Другие этносы, представители других этносов, которые живут в житцу в этой области Из их уст мы услышим абая На языке абая, на родном языке, на казахском языке Итоги конкурса будут озвучены 12 февраля, то есть завтра В торжественной обстановке победители будут отмечены благодарственными письмами и денежными призами Руслан Нурмуханбетов, Асет Бекбатыр, телеканал ЖИТСУ Участники республиканского конкурса среди спортивных учреждений страны Пополнили достижения Алматинской области очередным успехом Об этом стало известно на брифинге с участием представителей высшей школы спортивного мастерства Признаны лучшей спортивной организацией в Казахстане Именно здесь воспитали самое большое количество призеров чемпионатов Европы, Азии и мира На сегодняшний день школа насчитывает более 370 спортсменов Занятия с которыми проводят порядка 67 опытных тренеров К слову, в сборную команду вошли 156 спортсменов Из них 120 человек в основном составе В числе достижений воспитанников спортивного учреждения 262 золотые, 166 серебряных и 158 бронзовых медалей Завоеванных на чемпионатах мира, кубках мира, спартакядах и других соревнованиях Как отметило руководство заведения, это результат совместной и плодотворной работы тренеров и спортсменов На чемпионатах мира 5 наших спортсменов стали чемпионами Среди них Кабдена Фельдос, Садыров Дамир, паром рестлингу Шлижевская Ольга Среди обладателей серебряных наград по вольной борьбе Аскаров Атлан, паром рестлингу Бахтия Рафайден Всего 13 человек, завоевавших 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей Мы выиграли 15 лицензий для участия в Олимпиаде В планах получить еще 5 лицензий на такие виды спорта, как каноэ, байдарка, греко-римская борьба, бокс, вольная борьба среди девушек На 2020 год мы ставим цель принять участие в Олимпиаде в городе Токио 5 областей, лучшие полуаны из них и стремление побеждать Республиканский чемпионат прошел в Толгарском районе Более 300 спортсменов оспаривали звание сильнейшего В этом году турнир проводится в юбилейный, 10-й раз И с каждым годом участников становится только больше От конкуренции растет и мастерство, и физические данные, и уровень спортсменов Казахша-курес – это наш национальный спорт Отрадно видеть все больше хороших полуанов Мы будем делать все для развития этого вида спорта Всего 310 спортсменов Их разделили на 9 весовых категорий Победившие в каждой из них сформируют косяк сборной региона Пришел в борьбу еще в пятом классе Этим видом спорта занимаюсь благодаря отцу Он привел меня в секцию Я надеюсь, стану чемпионом, буду покорять мир И везде поднимать флаг Казахстана В неофициальном командном зачете На первом месте пьедестала почета Расположились борцы Жамбыловской области Вторую ступень заняли спортсмены из Семеречия Третье место у южной столицы Алматы Алексей Цуя, Сидюсинбек, Телеканал ЖТСУ, Толгарский район Это вся информация уходящего дня Спасибо за внимание До свидания Редактор субтитров А.Семкин